ДИАЛОГ 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 который мы курировали, ежедневно ввели контроль над этим объектом. Ну и, безусловно, стоит отметить, самый главный наш социальный объект, который был открыт в том году, это перинатальный центр, на сегодняшний день уже который принял более тысячи рожениц. Роды, как заверяет главврач, проходят очень благополучно, удачно. Все оборудование уже работает в полном порядке, отлажено. То есть мы, можно сказать, вышли на новый уровень в этой сфере. И мы, конечно, этому очень рады. Ну это, наверное, как раз те самые основные моменты. Хотелось еще отметить, что как раз тот аварийный дом, который у нас в городе есть на Первом Советском переулке, 19, корпус 1, корпус 2, корпус 3, это бывшая казарма. Благодаря Андрею Юрьевичу Воробьеву нам удалось в том году уже окончательно расселить этот дом. И благополучно получили все новое жилье. А это порядка 323 квартир. А все жители переехали в Пиковский дом на Краснозамецке, 17? Да, на данный момент практически все жители переехали. Сейчас идет урегулирование вопросов с несколькими семьями. Я думаю, что мы буквально в ближайшее время решим этот вопрос, и все благополучно переедут. Ну а вот еще хотелось бы узнать о расселении жителей так называемой конюшни. Это новая фабрика, дом 4. Насколько я знаю, они тоже переехали буквально в 100 метрах от прежнего жилья. Благодаря компании Грант застройщик на новой фабрике построил дом. Тот долгострой, который очень долгое время стоял. И благодаря этому застройщику получили порядка 40 жителей новые квартиры в этом доме как раз. Ну понятно, что перинатальный центр это наша гордость. Это объект, так скажем, регионального значения, областного. Тем более, что его специализация по эндокринологии единственная в Московской области. Каждый перинатальный центр специализируется на какой-то определенной патологии. Естественно, и губернатор приезжал на открытие, и даже министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Ну а вот что касается нас, я имею в виду, что упомянули улицу Парковую. Конечно, это подарок. Все говорят, жители, кто уже родился, не родился. Очень долгие годы живет в Щелково. Город преображается просто на глазах. И свою оценку буквально в минувшую пятницу сделал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Я предлагаю посмотреть короткий видеосюжет о том, как губернатор любовался в Парковой улице. Давайте посмотрим. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Щелковский район. Глава региона осмотрел обновленную пешеходную зону на улице Парковой и пообщался с жителями. Стало лучше, намного вот просто благодарим вас. Спасибо, что вы замечаете. Благодарим. Сейчас вот сжечь четко, мы увидели вас, говорят, здорово, что мы тут. Спасибо, Алексей Васильевич. Спасибо. Вот прям вот от души спасибо. Также глава региона осмотрел дом 29 на улице Парковой, где сейчас ведется реконструкция. После окончания работ здесь будут предоставлены квартиры остродефицитным специалистам, врачам, педагогам и полицейским. Я знаю, что это был такой уже старый безнадежный дом, который мы сейчас полностью реконструируем. И он будет как конфетка, вот Алексей Васильевич сказал. Когда? Я думаю, в мае вручим уже всем ключи. Очень приятно. Никита Александрович, ну вот пример, да, дом 29 по Парковой улице. Такие объекты еще есть у нас в городе, в районе, который предстоит реконструировать вот таким же образом. Знаете, у нас есть такие дома, но, к сожалению, не всегда у нас удается найти достойного инвестора, который мог бы вкладывать свои инвестиционные деньги в такие объекты. Мы очень благодарны тем инвесторам, которые приходят как раз на такие сложные вопросы и помогают нам решать эти проблемы совместно, решая проблемы в первую очередь социальных работников в социальной сфере. Ну, что хочу отметить по этому дому, конечно же, благодарность особую и Алексею Васильевичу хотелось бы выразить, что все-таки был вопрос, когда стоял и по сносу этого дома. По сносу этого дома. Но мы нашли все-таки инвестора, который согласился провести капитальный ремонт всего здания и восстановить этот дом для того, чтобы передать в дальнейшем как раз квартиры для тех людей, которые работают в социальной сфере и не только в структуре МВД и в федеральных каких-то структурах. Мы считаем это очень важно, нужно. И, конечно же, медработники, которые также получат в этом доме квартиры, они тоже очень этому рады. Ну, а региональные власти как помогают в реализации муниципальных наших районных проектов? Региональные власти нам достаточно хорошо помогают. Мы всегда ведем с региональной властью диалог. Что хотелось бы отметить в этом году. Мы попали в программу по благоустройству. В ближайшее время мы планируем организовать конкурентные процедуры на выполнение работ по проектированию и дальнейшем по строительству сквера на улице Пушкина, где будет новый фонтан, новые прогулочные зоны, будут новые малоархитектурные формы. Фонтан этот планируем сделать с подсветкой. Также должно быть музыкальное сопровождение. Проектировщики достаточно хорошо проработали этот вопрос. И нам очень понравился этот проект. То есть и вот сейчас мы как раз уже выходим на подготовку рабочей документации. Также хочу отметить, что региональные власти нам помогают с благоустройством территории вдоль реки Клязьма. По правой стороне это от отдыха до Старого моста. То есть вся эта территория, порядка 600 метров, будет полностью благоустроена. То есть это будет... Это вдоль дома на набережной недостроено. Нет, это от отдыха до Старого моста. Это как раз вдоль улицы Шмидта. А три стороны отдыха, от парка? Да, вдоль улицы Шмидта. То есть ту парковую зону, которая сейчас там есть, она будет полностью реконструирована, благоустроена. Почему говорю реконструирована? Там проходит напорный коллектор и водоканал. В ближайшее время будет менять всю эту трассу. То есть после этого мы приступим к благоустройству этой территории. Это будут пешеходные дорожки, это будут велодорожки, это будет красивейшее освещение всей этой территории. Это будут красивые малоархитектурные формы, предполагаются бетонные дорожки к тем мостам, которые там есть. То есть это будет продолжение той пешеходной зоны и той пешеходной улицы, которую мы уже сейчас сделали на улице Парковой. То есть специально для того, чтобы люди могли гулять не только вперед-назад, но еще и закольцовываем эту пешеходную зону. И в этом году Алексей Васильевич поставил задачу сделать проект и начать реконструкцию улицы Пушкина всей. Это от кафе-отдых до станции Воронок. Сейчас нами найден уже инвестор, который готов предоставить нам проект. Мы обязательно все проекты вынесем на обсуждение с жителями, обязательно выслушаем все пожелания, которые они выскажут и учтем это при формировании всех проектов. Ну а если можно более подробно о реконструкции улицы Пушкина, потому что в некотором роде это тоже такая пешеходная зона, как у нас Парковая теперь стала. Потому что очень многие, я знаю, ходят пешком от того же Воронка, от станции, и до реки, и даже на сторону уже, на левый берег реки Клязьмы, естественно, сразу через мост возле отдыха. Там достаточно широкое пространство по центру, автомобили ездят сбоку. Вот приоритет будет отдан пешеходам в итоге или автомобилям? Ну, безусловно, приоритет будет отдан пешеходам. Но мы постараемся учесть все интересы, чтобы, конечно же, автомобилисты тоже не пострадали. Когда мы два года назад выходили на Парковую улицу, то есть мы провели общественные обсуждения в каждом дворе. Было очень много жалоб, нареканий, но также были и предложения. Вот за те годы, сколько мы провели работы, то есть выслушали все пожелания, сделали очень много ошибок, и потом нам пришлось этого, конечно, исправлять. Но на сегодняшний день мы готовы, причем уверенно готовы, выходить на улицу Пушкина и знаем, что нужно в первую очередь жителю. Это мы считаем приоритетом. Это будет как-то в форме публичных слушаний или просто граждане должны сами обращаться в администрацию с предложениями? Мы выложим информацию с эскизными проектами обязательно в интернет, в сети. Эти эскизные проекты будут также размещены и на информационных стендах. Все жители либо в письменном виде, либо в электронном виде смогут сделать свои предложения, свои замечания, и только после этого уже проектировщик приступит к полноценной работе. Давайте вернемся к строительству жилья. Мы вспомнили действительно такие объекты, о которых знало даже и региональное правительство. Я имею в виду казарма на Первом Советском и, конечно, на новые фабрики. Но остается еще, насколько я помню, достаточно очень даже, я бы сказал, ветхое жилье на Дальнем Воронке. То есть люди живут в деревянных бараках, тоже, наверное, позапрошлого века постройки. Как будет решаться проблема расселения этого фонда? Ну, на данный момент, конечно же, проблема эта существует. Мы ее знаем, ведем регулярные переговоры, совещания с застройщиком, с инвестором. Но в связи с тем, что очень большой объем жилья, которое на данный момент там образовалось, то есть это порядка 50 тысяч квадратных метров, на сегодняшний день застройщик очень осторожно относится к этому проекту. Откровенно говоря, просто побаивается. Потому что на данный момент спрос не только в Щелковском районе, но и в Московской области, он ниже, чем предложение на данный момент. И продаваем его жилья на данный момент больше. В связи с этим, понимая, что есть социальная нагрузка, но также и застройщик понимает, что и оставшиеся квартиры надо кому-то продавать. А объем, тот, который планирует построить застройщик, очень большой. В связи с этим мы надеемся на поддержку с Московской области для того, чтобы решить эту проблему. Это примерно как было на Краснознамецке, 17? Такой вариант, да? Возможно? Возможно такой вариант частично индивидуальной работы с каждым жилым домом. Ну и, наверное, последний вопрос, что касается строительства жилья. Это, конечно, проблема долгостроя жилищного. Понятно, что бывает недобросовестный застройщик, иногда даже и мошенник. Иногда бывают проблемы действительно с финансированием, когда сложно получить средства на продолжение, так скажем, строительства, когда оно уже начато. Люди, естественно, чувствуют себя или обманутыми, или обделенными. У нас были такие объекты, где-то что-то сдвинулось. Тот же ЖК «Горизонт» на Чкаловской, ЖК «Вега» на радиоцентре, Потапово, соответственно, тоже на поле насосного завода. Как вообще решается проблема с долгостроем жилищным у нас? Ну, к каждой проблеме мы индивидуально подходим, имеем подход индивидуальный. В том году мы решили целый ряд таких долгостроев, сложных объектов. У состройщиков, к сожалению, были сложности, и индивидуально решали каждый такой проект сложный, то есть индивидуально. Хочу отдельные слова благодарности сказать компании «Грант», которая, как раз, как вы сказали, на поле насосного завода подхватила объект стройбетона и не довела до ситуации с обманутыми дольщиками, с брошенными дольщиками, то есть этот объект. Сегодня, на данный момент, конечно, у нас самый сложный объект – это Литвинова, который находится в Литвинова. Объект этот – это ГТТ «Струбино». На данный момент, по нашим подсчетам, пострадавшими соинвесторами являются около 800 дольщиков. Минстрой на сегодняшний день дал предложение по частичному решению этой проблемы. Мы активно этим занимаемся, взаимодействуя с правительством Московской области. Также и от нас поступило предложение. Совместно мы выработали концепцию, и уже сегодня, уверенно, можем сказать, что подготовлена дорожная карта, подготовлены все материалы, компенсационные земельные участки как раз для решения этой проблемы. Мы понимаем обеспокоенность дольщиков, понимаем прекрасно, что эта ситуация не решится за один год, но мы уверены, что эта ситуация разрешится в ближайшие 2-3 года. В связи с этим мы всегда открыты к диалогу, готовы поддерживать во всех вопросах и открывать, и давать всю эту информацию, которую мы имеем по этому проблемному объекту. Мошенники, к сожалению, и у нас тоже в Щелковском районе оказались. Никита Александрович, в качестве иллюстрации предлагаю посмотреть видеосюжет как раз на тему дольщиков, на проблему жилищного долгостроя. В одном сюжете как раз два объекта, о которых мы говорили. Это ЖК «Горизонт» и «Литвиновая сити». Давайте посмотрим. Не утихают работы в жилом комплексе «Горизонт», а ведь еще некоторое время назад строительство было почти остановлено из-за финансовых трудностей компании-застройщика. Сегодня проблему удалось решить, и на объекте вновь слышен шум строительной техники. На площадке работают 42 человека. В ближайшее время запланирован выход каменщиков. В связи с тем, что у нас продажу уменьшили и банки отказали нам в кредитах, мы наконец нашли инвестора, который сейчас инвестирует и оплачивает материалы, финансирует этот объект. Мы планируем сдать дом, три дома с подземной парковкой на 234 машинного места в июне месяце. Решается будущее обманутых дольщиков Литвиновой сити. С 2014 года в Долгострое, расположенном на территории Трубинского поселения, приобрели квартиры порядка 1200 семей. Многие до последнего отказывались верить, что стали жертвой обмана. На встрече, проведенной по просьбе инициативной группы дольщиков, глава Щелковского района рассказал о работе по решению проблемы несостоявшихся собственников. После того, как мы сформировали компенсационные участки и, соответственно, эти компенсационные участки вывели на Минстрой, на Минстрой получили подтверждение того, что эти компенсационные участки будут использованы для нового строительства и представления обманутым дольщикам, соответственно, тех квадратных метров, за которые вы заплатили. В ближайшее время обманутым дольщикам будет представлена дорожная карта по строительству новых домов на компенсационных участках. Ну, если можно более подробно, что значит компенсационные участки? То есть это какая-то другая территория, а что будет с этим недостроем? Ну, на данный момент этот недостроен должен попасть в банкротную массу. То есть там заведены целый ряд уголовных дел на директора. То есть та компания, которая строила это, тоже там ведется процесс наблюдения. Мы считаем, что нам на данный момент не стоит, значит, работать и идти по этому направлению, потому что это очень длительный и долгий процесс. Мы сделали предложение Московской области, подобрав компенсационные участки. То есть это те участки, на которых инвесторы-застройщики смогут построить альтернативное жилье, которое мы в дальнейшем сможем предоставить этим дольщикам. И после того, как эти земельные участки полностью будут, значит, приведены в порядок, то есть почему говорю приведены в порядок, то есть это и будут соответствовать правилам землепользования застройки, этажности, плотности застройки и так далее. Мы сразу готовы предоставить эти участки новому инвестору, и он сможет там построить новое жилье. Два на данный момент инвестора уже есть, которые готовы взять на себя все время ответственности как раз за этих дольщиков. То есть это северная строительная компания и компания «Строймонтаж». То есть надеемся, что в ближайшее время дольщики уже увидят результат нашей работы. Никита Зеленович, теперь поговорим тоже о перспективах. Буквально и в минувшем году, и еще годом ранее поочередно принимались генпланы поселений. Все поселения у нас имеют генеральный план своего развития. Одним из последних городское поселение Щелково приняло такой план. Если можно более подробно, что из себя представляют эти генпланы. Может быть не по каждому поселению, конечно, из десяти, но хотя бы основные какие-то моменты. Про Щелково, конечно, лучше сказать подробно. Ну, хотел бы отметить, что принятие генпланов – это майские указы президента. Также у нас было поручение губернатора Андрея Юрьевича Воробьева до конца 2017 года принять и утвердить все генпланы по всем муниципалитетам, по всей Московской области. Мы, к счастью, стали одни из первых, кто смог это сделать. Работа была проведена очень сложная. Проведено более 190 публичных слушаний. Это как и по генпланам городских и сельских поселений, так и по правилам землепользования и застройки. Генплан – это является нормативным документом, где подразумевается развитие того или иного поселения, в нашем случае, до 1935 года. То есть это развитие и коммунальной инфраструктуры, и социального строительства, и жилого строительства, и территориальной зоны, и охранной зоны. То есть это полностью нормативный правовой документ городостроительный, на основании которого живет и развивается то или иное поселение, либо город, ну и так далее. Также хочу отметить, что нами в том году была утверждена схема территориального планирования Щелковского муниципального района. Это тоже очень серьезный документ, где показаны все региональные дороги, все федеральные территории, все хорды, которые проектируемые в ближайшее время. То есть охранные зоны. То есть это нормативный документ Московской области, который мы тоже привели в порядок, то есть и утвердили в том году. Ну, считаем, что в этом году для строительства и развития во всем Щелковском муниципальном районе будет достаточно много новых возможностей. Спасибо, Никита Александрович. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня заместитель главы администрации Щелковского муниципального района по строительству Никита Никулин. Телефоны прямого эфира. Не забывайте. 567-1440-567-1450. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Телефоны прямого эфира. 567-1440-567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Моему сегодняшнему гостю Никита Александрович Никулин, заместитель главы администрации Щелковского муниципального района по строительству. В первой плане программы, Никита Александрович, мы поговорили в основном о строительстве жилья. Сколько вспомянули, да. Социальные объекты. Это, естественно, и детские сады, и школы, и объекты спортивные, учреждения здравоохранения. Вот если можно более подробно то, что мы уже сказали. Сколько построено и где. Хотелось бы поговорить о перспективе. Давайте, у нас есть два видеосюжета. Один посвящен школам и детским садам, другой как раз спортивным, оздоровительным, спортивным, медицинским учреждением. Давайте вот вначале поговорим именно о соцобъектах, я имею в виду, которые школы, детские сады. Посмотрим видеосюжет о том, что происходит в сельском поселении Огудневска. Давайте посмотрим. Детский сад номер 29 в новом городке готов ко встрече с юными жителями. Строительство шло непросто. Работы начались еще в 2015 году. За это время пришлось поменять подрядчика. Но цель оправдала средства. В садике будут работать семь светлых групп. Есть спортивный и музыкальный залы. Дети уже набраны. Учреждение полностью укомплектовано необходимой мебелью и инвентарем. Я довольна. Приходишь как домой. Второй дом. А вот пристройка к школе в Медвежьих озерах пока только в начальной стадии строительства. Шаг за шагом постепенно ведется строительство пристройки к школе в Медвежьих озерах, рассчитанной на 275 мест. Работы ведутся в рамках программы образования Подмосковья. На площадке трудится 17 человек и 5 единиц техники. Сейчас ведется заливка фундамента и вязка арматуры. Там работы идут плановые. Я думаю, что в указанные сроки, установленные сроки, мы школу тут сдадим. У нас есть один звонок. Никита Александрович, давайте отвлечемся от строительства соцобъектов. Хотя, может быть, звонок тоже по соцобъектам. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Это вас беспокоит жительница микрорайона Солнечный. Скажите, пожалуйста, вообще-то у нас построят когда-нибудь школу? У меня уже дети выросли, уже внуки в школу пошли, а школа до сих пор строится. Правнуки у меня хоть попадут в нее? Как вас зовут? Я. А еще раз, если можно, вы меня расслышали. Татьяна Ивановна Шишкина, микрорайон Солнечный. По поводу школы строительства. Татьяна Ивановна, в ближайшее время планируем до 20 февраля объявить конкурс на строительство этой школы. Общая сумма объекта составит 780 миллионов рублей. Школа будет на 1100 учащихся. Полностью готов проект. Пройдена экспертиза. Прошла, эта закупка прошла все согласования. Вот на данный момент осталось 10 дней для того, чтобы разместить этот аукцион. И через полтора месяца начинается строительство этого объекта. Скажите, пожалуйста, вот точно такие же слова я слышала по весне. Нам Валов обещал, как только построят новый дом три этажа, сразу начнут строить школу. Дом уже около 14-го дома уже построен, а школы как не было, так и нет. Уже котлован, который вырыли лет 6-7 тому назад уже зарастает. Так мы дождемся этой школы? Или это все слова? Татьяна Ивановна, вы обязательно дождетесь эту школу, я вам обещаю. Но могу сказать, что вышли такие сложности. Первая сложность была с тем, что нам помогал инвестор и полностью проектировал эту школу за свои инвестиционные деньги. А вторая проблема у нас вышла с тем, что земельный участок, который выделен под эту школу, на данный момент он составляет 1,8 гектара. А по новым нормативам земельный участок под строительство школы должен составлять не менее 2,8 гектара. То есть у нас не хватало одного гектара. И мы в связи с этим были вынуждены дополнительные земельные участки оформлять и ставить на кадастровый учет для социальных, спортивных объектов к этой школе. Сейчас на данный момент все эти этапы пройдены. Еще раз говорю, согласованы все со всеми министерствами, в том числе и Министерством образования Московской области. И буквально ожидаем 18-20 февраля выход на конкурентные процедуры на аукцион. Спасибо, Никита Сенович. Продолжим разговор о школах. Микро-район Солнечный не первый год ведется разговор. И также, наверное, уже тоже не один год речь идет о строительстве школы в микро-районе Жигалова. И расширение, так скажем, первоначально по проекту была пристройка. Теперь отдельный корпус. Это 11-я школа имени Германа Титова-Начкаловской. Как там обстоят дела сейчас? Эта школа попала в муниципальную программу, также в региональную программу Московской области. Значит, на эту школу выделяется более 500 миллионов. Это 11-я? Это 11-я школа. Это не пристройка. Это отдельная стоящая школа будет. Изначально это должна была быть пристройка на 350 мест. А сейчас в программе эта школа на 550 мест. Мы считаем, что эта школа будет более рациональной использованием, потому что микро-район достаточно интенсивно растет. В связи с этим минимальная школа, которая там должна быть, это на 550 мест. Мы прошли конкурентные процедуры по проектированию. Сейчас заключен контракт на проектирование. Выбрана организация, которая начала подготовительные работы по исследованию этого земельного участка и проектированию. Планируем, что к апрелю мы зайдем в экспертизу с этим проектом. И уже к середине, к концу мая у нас будет готовый проект. После чего мы сразу выходим на аукцион по строительству этой школы. То есть начало строительства, мы предполагаем, начнется в третьем квартале 2018 года. Еще раз говорю, что все деньги на данный момент есть, все лимиты открыты. То есть наша задача быстро и оперативно запроектировать эту школу и выйти на строительство ее. А места там хватит, не получится, как в солнечном. Что есть 1,8 гектара, а нужно 2,8. Или будет учитываться территория ныне существующей школы? Вы предвидите ситуацию. Мы также проработали заранее это. Все необходимые земельные участки мы сформировали заранее, подготовили к этому вопросу. Как раз у нас опыт был по солнечной школе. На данный момент территории вполне хватает. И на пожарный проезд, и на беговые дорожки, и на все малые формы и спортивные объекты, которые должны находиться на этой территории. Это благоприятный участок. Ну а что с Жигаловской школой? В Жигаловской школе ровно такая же ситуация. Мы отыграли аукцион на проектирование этой школы. Вышла проектная организация из Москвы, которая активно проектирует и согласовывает параллельно этот проект с Минобразованием Московской области, а также с глав архитектуры Московской области. Окончание проектных работ это апрель. И после этого мы должны зайти в государственную экспертизу. Ожидаем окончания всех этих работ к маю месяца. После этого мы также выходим на строительство этой школы после конкурентных процедур и планируем начать строительство в конце этого года. Также деньги в программе на это предусмотрены. Наша доля софинансирования также в муниципальной программе на это имеется. В принципе, у нас уже есть четкий план действия. И мы уверены, что выйдем в этом году на строительство. А завершение строительства, то есть вообще сдача объекта, реальные строки какие-то, можем назвать, допустим, 1 сентября 2019 года или нет? Мы планируем, что строительство солнечной школы будет составлять 20 месяцев. Жигаловская школа тоже 20 месяцев будет строительство. Также мы планируем, что отдельно стоящая школа на 550 мест к 11 школе. То есть там по проекту организации застройки предполагается 16 месяцев строительства этой школы, так как она меньше. А вообще какие более серьезные проблемы при строительстве встречаются? Вот это оформление документации, подготовительный период, который может длиться годами. Ну, как сейчас мы говорили о солнечной школе. Или вообще, или непосредственно уже возведение здания? Ну, в строительстве считается, что согласование и привязка, проектирование тех или иных объектов, это, конечно, очень сложный, длительный, серьезный процесс. То есть строительство, это, конечно, тоже немаловажно. Но после того, как будет заключен контракт, мы уже четко понимаем и знаем, что тот или иной подрядчик действует в рамках правового поля. У него есть четкие сроки. И мы уже начинаем координировать строительство. А на стадии привязки и проектирования, то есть тут мы ведем этот проект полностью, сопровождая его ежедневно. Ну, вот на данный момент у нас еще, хочу отметить, готовимся к проектированию. Значит, три объекта социальных. Это микрорайон Финский, Пщелково-7. Там планируется строительство школы на 825 мест. Значит, это улица Шмидта, отдельно стоящая школа на 275 мест. И также это отдельно стоящая школа на 550 мест, микрорайоне Новый городок, в Медвежьих озерах. То есть вот эти школы мы планируем выйти на проектирование в ближайшее время. То есть в ближайшие полтора-два месяца. Ну, сейчас мы в основном говорили о городе Щелково, городском поселении, за исключением Нового городка. А в других поселениях районных, городских, сельских, есть какие-то планы строительства школ, хотя бы, может быть, начальных, ну и, естественно, и дошкольных учреждений, то есть детских садов? Да, конечно. Мы, как я уже докладывал, что буквально в течение этого месяца открываем детский сад в Гребнево. Инвестиционный детский сад, который будет построен за счет застройщика. У нас планируется строительство школы в сельском поселении Огудневска, микрорайон Клюквенный. У нас также планируется строительство школы в городском поселении Сверловский, пристройка. И стоит отметить, что в ближайшее время, в ближайший месяц мы откроем физкультурно-оздоровительный комплекс в Огуднево, порядка 2500 квадратных метров, который составляет. Также началось строительство в сельском поселении Анискинское физкультурно-оздоровительного комплекса, который тоже больше 2000 квадратных метров. Мы очень рады, что попали в программу, благодаря губернатору в том числе, по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Это в городском поселении Монина, очень важный социальный объект, на месте старого брошенного бассейна. Конечно, отдельные слова благодарности, можно сказать, и губернатору за стадион регби, где началось уже на сегодняшний день и активно продолжается реконструкция этого спортивного объекта. Сколько лет он стоял в Бесхозе? По-моему, не один десяток. Да, около 10 лет. То есть мы тоже занимаемся активно этим объектом. И на сегодняшний день у нас началось проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на территории городского поселения Фрианово. Это огромный проект стоимостью более 350 миллионов по программе «Газпром детям». Мы считаем, что в этом поселении физкультурно-оздоровительный комплекс необходим. И пытаемся всячески помогать как раз в реализации этого проекта. Понятно, самое дальнее поселение, конечно. Не наездишься на тренировки, допустим, в тот же райцентр или даже что поближе. Ну, раз уж у нас речь зашла о физкультурных учреждениях, о спортивных объектах, и заодно туда приплюсуем медицинские учреждения. Поэтому предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о том, как ведется строительство ФОКа в Огоднево и фельдшерско-акушерского пункта в селе Душеново, того же Огодневского сельского поселения. Давайте посмотрим. Строится фельдшерско-акушерский пункт практически готов. Физкультурно-оздоровительный комплекс. Эти и многие другие социально значимые проекты реализуются в сельском поселении Огодневское. Основные работы по строительству ФАПа планируется завершить в течение полутора месяцев. В здании разместятся медкабинет врача общей практики, оснащенный всем необходимым оборудованием, и жилая зона. Типовой проект возводится в рамках программы «Стоу ФАПа» в Подмосковье. Аналогичный пункт недавно был открыт в поселке Клюквиной. Почти завершены работы в физкультурно-оздоровительном комплексе, открытие которого с нетерпением ждут жители Огодневского. Спортивное учреждение будет предназначено для игровых видов спорта, таких как баскетбол и мини-футбол, а также борьбы и легкой атлетики. Есть здесь и тренажерный зал. Практически все оборудование уже закуплено. Подведены коммуникации. В спортзале завершается заливка полов по специальной технологии. До открытия и в ФАПе в комплексе планируют также провести благоустройство территории. — Никита Александрович, какие еще медицинские объекты планируются у нас возвести? Клюквину мы уже построили, в Душеново почти готово. Что в перспективе? — В Душеново готовимся к сдаче объекта не раньше, чем в месяц, где-то через два. Большие надежды возлагаем на диализный центр, который строится на улице Краснознаменской. Очень важный объект. Планируем, что до конца года он будет все-таки открыт. Будет полностью оснащен всем необходимым оборудованием. Потому что мы знаем проблему, что ближайший диализ, который оказывает медицинские учреждения, находится в Матищев. Очень ждем его. Строится он за счет инвесторов. И планируем, что будет очень помогать нашим жителям в этом направлении. Собственно говоря, очень большое внимание на сегодняшний день Московская область уделяет ремонту здравоохранения. И большие, конечно, средства вкладываются в ремонт непосредственно больниц и стационаров, которые есть на территории Челковского района. Давайте вернемся к диализному центру. Он будет иметь значение, скажем, регионального масштаба, областного, как перинатальный центр? Или это все-таки непосредственно наше районное учреждение? Ну, Минздрав на данный момент ведет переговоры с инвестором, который на сегодняшний день осуществляет строительство. Окончательно не принято решение. Я думаю, что уже ближе к открытию будет либо подписано соглашение, либо будут какие-то договорные отношения по как раз дальнейшему функционированию этого учреждения. Ну да, потому что проблема гемодиализма все-таки не так распространена, как, скажем, рождение детей. Именно что рожают чаще, чем пользуются услугами диализного центра. Еще один вопрос, который, я знаю, вы курируете у нас в администрации, это создание инфраструктуры на тех участках, которые выделили многодетным семьям. И, насколько я помню, в прошлом году были нарекания со стороны тех, кто получил эти участки, что не проехать, и кого-то затапливает, у кого-то чего-то еще не хватает. Как удается решать этот вопрос? Ну, мы на данный момент, конечно же, занимаемся очень активно этим вопросом. Ведем активную работу с каждой инициативной группой, которым были выделены эти участки. Хочу отметить, что за последние 4 года выделено 1500 таких земельных участков. Это очень большой показатель, очень серьезный показатель. На уровне Московской области мы одни из лидеров. И хочу отметить, что мы не просто выдаем эти земельные участки, мы выдаем эти земельные участки на территории Щелковского района. Есть другие муниципалитеты, которые также предоставляют земли, но в других муниципалитетах зачастую бывает, что Балашиха может выдать участки в Клинском районе. Мы принципиально помогаем своим многодетным, но также помогаем и многодетным выдаем участки из города Флязина, и Лосино-Петровска, и Звездного городка, и так далее. Стараемся не отказывать в этих вопросах. Что касается тех участков, которые уже выданы, каждое такое поле мы держим на контроле, на особом контроле. Стараемся помочь как можно быстрее. И с паспортизацией дорог, то есть отсыпаем твердые основания для этих дорог, после чего уже приводим эти дороги в порядок. Конечно, не всегда получается сделать это быстро и оперативно, но тем не менее за два года нам удалось проложить порядка семи километров таких дорог, то есть к многодетным. Нам удалось подключить к электричеству свыше тысячи участков. Нам удалось на некоторых участках сделать водоснабжение. Также мы работаем по направлению, чтобы было уличное освещение на этих территориях. Мы регулярно боремся с тем, что на некоторых участках есть какие-то деревья, которые нужно быстро и оперативно для строительства дома удалять. То есть мы сотрудничаем со всеми структурными подразделениями Щелковского района, чтобы решать эти проблемы. Николай Семенович, а вот есть ли какая-то статистика, эти участки, кто получил, сами сказали, полторы тысячи всего. Ну да, не только наш район, это и Звездный городок, и соседи наши в Фрязино-Лосино-Петровске. Есть ли данные, участки эти как используются? Как дачные, то есть деревянный домик построил, или все-таки это можно использовать под индивидуальное жилищное строительство? Это можно использовать под индивидуальное жилищное строительство. Все участки выдаются как ИЖС с присвоением адресов. Мы выдаем разрешение на строительство на все эти участки. Все используют по-своему, по-разному. Вот буквально, когда у нас два дня назад прошла стихийная как раз такая буря снежная прошла, на двух таких полях полностью занесло дорогу. То есть и жители, которые уже сейчас постоянно там живут, построили дома, то есть элементарно не могли выехать с этих участков. Мы приняли меры, послали туда специальную технику, то есть для того, чтобы как раз сделать доступ к этим домам, ну и к инфраструктуре городской. Никита Александрович, ну и последний вопрос такой, может быть, немножко лирический. И с вашей точки зрения, что самое сложное в работе строителей, ну и обобщенного строителей, именно всего городостроительного комплекса? Всего городостроительного комплекса? Ну то, чем вы занимаетесь, так скажем. Самые сложные организационные вопросы. Ну, мы всегда идем уверенно вперед и надеемся, что все те сложные вопросы, они всегда остаются позади, а как-то мы не задумываемся. У нас все вопросы сложные. Надеемся, что завтра будет легче. Всегда на это надеемся. Большое спасибо за ответы на вопросы. Никита Александрович, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня был заместитель главы администрации Щелковского муниципального района по строительству Никита Никулин. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok